Приветствую вас. Начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы обратить ваше внимание на игру, психологическую игру, в которую вы, по моему мнению, играете сейчас, на данный момент, говоря о маме так, как вы говорите. Психологическая игра называется «Разве это не ужасно? Или всё из-за неё?» Это та игра, в которую вы, к сожалению, играете. И для начала я рекомендую вам посмотреть в интернете хотя бы информацию об этой игре, а также то, для чего и почему люди в неё играют. Это первое. Второе. Вы смотрите на свою маму с позиции ребёнка. Ну, то есть, вот, вы воспринимаете свою маму как ребёнок. То есть, такое впечатление, что вы не повзрослели, несмотря на то, что вы много добились, несмотря на то, что у вас есть работа, несмотря на то, что у вас есть молодой человек, несмотря на то, что вы говорите о том, что научились доверять людям, вот. Несмотря на все эти аспекты, вы всё равно такое впечатление, что не повзрослели. И связано это во многом с тем, что обида на вашу маму, которая у вас есть, не позволяет вам расти, не позволяет вам взрослеть. То есть, вот, обида на свою маму, которая у вас имеется, не позволяет вам расти, не позволяет вам взрослеть. Как когда-то в детстве вы нуждались в любви своей мамы и обижались на неё за то, что она не даёт вам любви, и не даёт вам того, что вы хотите. Вот. Так и сейчас это не даёт вам взрослеть. И основное направление здесь в том, чтобы, соответственно, посмотреть на маму взрослыми глазами, вот, подвернуть критике те позиции, которые она проявляет, и думать о ней, ну, скажем так, в несколько ином аспекте, в несколько ином ключе. В первую очередь, давайте раскроем понятие ненависти и что оно из себя это понятие представляет. Ненависть это чувство, которое испытывается человеком, значит, по причине того, что он, человек, испытывает невозможность добиться, достичь того, что он хочет. Ну, например, каких-то желаний, например, каких-то целей не может достичь или не может достичь каких-то состояний. Так? Вот. И потому ненависть можно смело назвать чувством всегда направленным на самого человека. То есть ненависть это смещенная агрессия, это смещенный страх. Ну, или, выражаясь языком психоанализа, сублимированный страх. Да. То есть перенесенный. Человек, например, боится, да, ну, например, боится. Такой человек, ну, допустим, запрещает, скажем так. И он переносит свой страх на близких-близких людей. То есть, грубо говоря, ненависть направляется на тот объект, который, по мнению человека, не позволяет ему достичь этого самого ненавистия вмещает ему обрести равновесие. Поскольку любой человек стремится к равновесию, то для него равновесие это очень важно. Ну, для любого человека равновесие очень важно. И ненависть направляется на тот объект, который, по мнению человека, не позволяет ему достичь этого самого равновесия. Как правило, ненависть, любая ненависть, возникает тогда, когда человек считает, что кто-то или что-то виновно в том, что у субъекта есть проблема. На самом деле, конечно, ситуация складывается совсем не так. И за то, что у человека нет ощущения равновесия, несет ответственность только он. Причем, заметьте, я не сказал, виноват. Я сказал, несет ответственность. И я сказал, это совершенно не случайно. Потому что в мире психологии нет виноватых. В мире психологии есть только ответственные люди. То есть, каждый из нас ответственен за то, что он делает, за то, чем он живет, за то, кем он является и так далее. Но необходимо учитывать, что эта ответственность внутри человека разделяет несколько взаимосвязанных компонентов личности, которые зачастую вступают в противоречия друг другу, из-за чего возникает борьба внутренняя, что, по сути, снижает возможности человека по достижению чего-либо, по реализации себя, например, и так далее. Это, к сожалению, так. Поэтому, ваша мама ненавидит вас. Если она действительно ненавидит, ненависть чувствует сильное и, как, значит, и любовь, как и любить. Ненавидеть может далеко не каждый человек. Вам это тоже нужно учитывать. Иногда, иногда, в более, скажем так, частном случае, ненависть возникает, когда какой-либо объект в поле зрения человека не оправдывает ожидания этого самого человека. Например, родитель, допустим, ваша мама хотела мальчика. Ну, а родилась девочка. Соответственно, это лишило ее определенной надежды, что, в свою очередь, стимулировало ее к тому, чтобы вас ненавидеть. То есть, не имея возможности для себя признать, что дело в ней, что это она хотела, там, ну, грубо говоря, мальчика по каким-то своим соображениям, мама ненавидит вас за то, что вы не дали ей того, что она хотела, того, что ей нужно. Или было нужно, или нужно. Вот вы описываете историю. Вы описываете историю, что мать после того, как пережила насилие, была на стороне мужика. Не очень, не очень понятно, к чему вы это написали, да, то есть, непонятно, как это связано с вашей ненавистью. То есть, ее ненавистью к вам, вот, ну, то есть, нет. Понятно, конечно, почему так, понятно, потому что ненавидеть она стала, видимо, после того, как пережила насилие. Но вы это не раскрываете абсолютно. То есть, вы не раскрываете развитие этого чувства. То есть, вот есть отец, который вас любит. Который вас любит и с которым у вас, ну, я надеюсь, все хорошо. Есть мама, которая переживает насилие, простите, вот, и после этого начинает вас ненавидеть. Надо сказать, что данное чувство может быть вызвано большим количеством переживаний. Ну, в первую очередь, это то, что для нее значат насилие. То есть, я хочу сказать, что она не могла быть не на стороне мужчины, который это сделал. Потому что, если бы она была на его стороне, ей бы пришлось признать, что ее изнасиловали. Если я правильно понял вашу мысль. Вот. А признать себя изнасилован, значит, признать себя жертвой, признать себя беспомощной, признать себя охраненной, грязной, слабой. Чего ваша мама, судя по всему, сделать не могла. Ну, или не хотела. Что, в принципе, не особо важно. Вот. Соответственно, после этого она стала видеть вас, либо кого-то, кого она не достойна. То есть, она не достойна быть вашей матерью. Так она считает. Ну, может считать. И, соответственно, именно поэтому она стремится вас всячески унизить, задеть и так далее. Либо она видит в вас что-то чистое, что-то непорочное, что-то невильное, что-то, чем была и она, но чем она уже никогда не будет. Вот. Ну. По ее мнению, конечно. И в этом аспекте, я полагаю, что вам нужно, будучи взрослым, да, вам нужно отнестись к тому, что мама говорит с определенным пониманием, с критикой, с анализом, с скидкой на жизнь вашей мамы. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, постараться ее понять. Но вы, вы на данный момент сделать этого, очевидно, не можете. Потому что вы говорите словами ребенка. Почему есть мамы, которые не любят своих детей? То есть, этот вопрос может задать ребенок, ну, например, четырех, может быть, пяти лет. Да, но не взрослая женщина, коей вы, коей вы, я надеюсь, являетесь и, собственно, к которой я сейчас и обращаюсь. То есть, знаете, любить, любить, как я уже сказал, может далеко не каждый человек. Так. Далеко не у каждого человека есть такая способность любить. Любить может только тот, у кого есть для этого ресурсы. У вашей мамы, вполне вероятно, таких ресурсов не было и быть не могло, либо они эти ресурсы никогда не были полностью ее. То есть, я хочу сказать, что любовь вашей мамы, ну, скажем так, проистекала, да, проистекала. Не от нее самой. То есть, если с вашей мамой могло произойти что-то такое, вследствие чего она перестала вас любить, да, ну, или относиться к вам, скажем так, по-прежнему, да, если что-то такое вот произошло. Это означает, что как такового чувства любви вашей у нее к вам не было. Как такового, то есть, аутентичного не было. Вот, была некая условность в любви к вам, да, некая условность, безусловно, была. Да, была. Это так. Это правда. Но, как вы сами, наверное, понимаете, любая условность, она переменчива. Вот, и, соответственно, если условность есть, то ее можно повернуть как в сторону нет, так и в сторону да. И если вы сейчас присмотритесь к тому, как мама себя вела, да, вот, то я уверен, вы увидите то, что она всегда воспринимала вас, ну, в некоторой степени условно. В некоторой степени условно. Дальше. Значит, сейчас у меня молодой человек говорит, что недостойно, говорит гадости мне. Как это задевает лично вас? У меня нет сил, у меня нет сил, дело не в суициде. Интересно, что вам пришла в голову мысль именно о нем, о суициде. Почему? Вы пишите, у меня нет сил, значит, эти силы на что-то расходуются, да, на что-то расходуются. А вопрос, на что? На что именно тратятся ваши силы, да, куда они уходят? Ваши силы, вот. Тут тоже нужно посмотреть так. Не желание терпеть, а терпеть и не нужно. Если вы живете с мамой, то, соответственно, нужно подумать о сепарации от нее и выстраиванию неадекватных отношений в рамках взрослых-взрослых, но этому нужно учиться. Вот. А сейчас вас говорит скорее ребенок, чем взрослый. Я много добилась. Не сомневаюсь. Вопрос в том, для чего вы добили. Да, пережила, научилась доверять. Это было жутко. Вот. Значит. Это было жутко. То есть вы прошли определенный, значит, путь. Вы прошли определенный путь. И, соответственно, вопрос, который здесь у меня возникает, да, вопрос такой, вопрос такой. Вы для чего все это делали? То есть для чего вы добивались всего этого? Зачем вы добивались всего этого? А вот то, что, в принципе, нужно вам обязательно для себя уяснить. Ну, потому что, опять же, это очень-очень важно. Если мы говорим именно о, значит, ну, именно о контексте взаимодействия с вашей мамой. Да? Вот. И еще раз. Я не сомневаюсь в том, что вы многого добились. То есть я не сомневаюсь в том, что вы справились со многими трудностями. Я в этом ни в коем случае не сомневаюсь. Но постарайтесь понять и такой аспект, что у этого, у данного аспекта должны быть свои причины. Да? То есть ваша собственная личная мотивация. Мотивация. Без собственной личной мотивации вам невозможно будет, значит, ну, корректировать свои деятельности, которые сейчас на данный момент у вас имеются. Дальше, значит, перешла. Что именно пережили, не очень понятно. Значит, так, это было жидко. В чем? Жидко было. Почему бывает матери, которая не любит своих детей? Так, это я сказал. А я дарил ей подарки. Для чего? Понимаете? Вот, если вы делаете что-то для человека, то нужно очень хорошо понимать, для чего вы это делаете. То есть вы ей дарите подарки, чтобы что? Чтобы она... Что? Чтобы она хорошо к вам относилась, или чтобы она лучше к вам относилась, или что? Для чего вы дарили ей подарки. Понимаете? Какой важный момент. Вот, это действительно важный момент, потому что без этого момента нельзя вам, опять же, помочь. Понимаете? Вот, если вы дарите подарки для себя, например, то есть, ну, вы дарите кому-то что-то, чтобы этот человек потом вас, допустим, отблагодарил, что делать так, на мой взгляд, явно не стоит. Потому что, как отреагирует каждый конкретный человек на подарок, вы не знаете. И надеется, что товарищ, что человек как-то вот даст вам именно то, чего вы хотите, но это, к сожалению, наивно. Это слишком наивно, слишком наивно так думать, слишком наивно так полагать. Да? Да? Вот. Если вы дарите подарки для мамы, то есть, если вы делали все это для нее, в этом случае вы, безусловно, молодец. Но тогда, в каком случае, непонятно, для чего вы писали, пишите, что дарили ей подарки. То есть, как бы, подарки ничего не меняют. Как ее отношения? Если бы только вы не хотели ее купить. Дальше. Сцепляет меня на чувство вины, критикует, говорит, что уродливый, т.д. Ну, то, что вы сейчас делаете, это просто жалуются на маму. То есть, знаете, вы жалуются на нее. Вот как она вас критикует, да? Как она, грубо говоря, ну, обвиняет вас в чем-то, да? То есть, ну, в том, что уродливая, там, т.д., т.д., т.д. Вот так, и вы, по сути, делаете то же самое. То есть, вы тоже говорите, что вот она такая-такая, такая-такая, плохая, вот, вообще нехорошая и так далее. Вот. Все естественно, конечно, ну, ни в коем случае не добавляет, значит, ни ей, ни вам плюсов никаких. Вот. А, дальше, значит, так, ходила ко мне на работу, ругалась сначала. Все время все другие лучше меня. Ну, опять же, опять же, да, вот что вы делаете? Вы просто на нее жалуетесь. Вот. Это просто жалоба на маму. Вот. Ну, на свою маму, маму, на свою маму. Вы просто берете и жалуетесь на нее. Вот, в принципе, в принципе, и все. Вот, в принципе, то, что вы делаете. Вот. То есть, непонятно здесь, конечно, что, чего вы ждете, ну, конкретно, да. То есть, ваш вопрос, он, по сути дела, один только вопрос. Это вопрос, вот, почему мама меня не любит. Не любит. Да. И все. Я понимаю ваш конфликт, он заключается в том, что вам необходима любовь к маме. Я понимаю. Я это понимаю. Но я хочу, чтобы вы также поняли для себя одну важную вещь, что источник любви, источник гармонии, источник равновесия вас находится. Он не находится где-то во мне. Он не находится у нас. Он находится у вас. Вот. Вас в отсутствии конфликтов, личностных конфликтов. Вот. На этом все. Я рекомендую вам обратить внимание на вопрос, ну, то есть, формулировать вопрос к психологу, да. То есть, пока, пока это только очень абстрактный такой вопрос на тему того, почему есть мамы, которые не любят детей. Я рекомендую вам дать все-таки более личный, более личный вопрос, более конкретный запрос, чтобы это уже могло стать неким посылатом в личной работе. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду радовать, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...